Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Знают ли наши умершие предки про нашу жизнь? Наблюдают ли за нами? Спасают ли от бед или, наоборот, наказывают? Дело в том, что после того, как душа исходит от тела, она уже в большинстве своём случаев не может проявлять собственную волю, которую проявляла только через тело. Потому мы и говорим, что усопшие себя помолиться не могут, нам надо молиться за них. Но опять же, есть разница между теми усопшими, чья воля всю свою жизнь была направлена в делание заповедей Господних, в реализацию любви к ближним и через них Богу. И другое дело, люди, которые к Богу не стремились, знать Его не знали, а, может быть, даже вели богоборческую жизнь, богохульную, и совершенно не задумывались ни о вечной жизни, ни о Господе Боге. То есть, их воля по отношению к Богу слаба, расслаблена. И если ты не дал инерцию направления своей духовной жизни, ещё будучи в теле, то эта инерция не появится, даже когда ты Господа Бога увидишь своими духовными очима воочию. И вот за таких людей необходимо молиться, за них милостыню подавать и самому жить добродетельно для того, чтобы стать дочерью, внуком, правнуком, праведницей. Ведь когда в роду того или иного человека, пусть уже усопшего, появляется праведник или праведница, то и им становится от этого лучше, и они становятся к Богу ближе. Потому что мы всё равно сохраняем родственные связи, и друг другу не мешок с горохом, а, если хотите, альпинисты, связаны одной цепью. Падает один, его нагрузка ложится на других. Потому что тот, кто Бога не знал, не могут ни о нас, по сути, ничего знать, не могут нас от чего-либо спасти, не могут помолиться за нас, и уж тем более как-то наказать, уж слишком много чести. Тот, кто находится в любви к Богу, тот, кто сохранил правильный вектор направленности своей жизни, тот, кто жил в любви, тот будет с Богом по смерти, и находясь во Христе, в Боге, и когда Бог в нём, находясь в этом мире вечной любви, может через Бога и нам помогать, и нас молиться, и даже что-то хорошее делать, наказывать. Нет, нет, конечно. Бог не какой-нибудь турецкий мстительный султан, и наши родственники, собственно, не такие, чтобы, обладая уже какой-то духовной силой, нам здесь мстить. С другой стороны, что не забывайте, что наказание по-церковно-славянски буквально это урок. И если та скорбь, которая с нами происходит, она может нашу жизнь направить к лучшему, духовную, конечно, я не говорю про земную жизнь, сколько-то земной жизни, моргнуло, нет её, а духовная жизнь, она вечная. Поэтому если та земная скорбь, которая с нами происходит, может принести нам духовное благополучие и настоящую загробную жизнь с Господом Богом, то, может быть, и наши родственники даже будут рады тому, что у нас с нами происходит, ибо меняется наша жизнь, происходит покаяние, исправление, перемена ума. Но всё равно, ещё раз, ещё раз повторюсь, вот таких людей мы называем святыми, и, заметьте, как мы молимся, мы не говорим, помоги мне, спаси нас, мы говорим, моли Бога о нас. Всё-таки, так или иначе, все святые не сами по себе нам помогают, а только в рамках воли Божьей о нас. Молятся о нас, ходатайствуют о нас, помогают нам, как и наши ангелы-хранители. Главное – жить так, чтобы у наших ангелы-хранителей, у наших предков-праведников была такая возможность нам помочь, что мы могли это вместить, иначе они нам помогают, нас молятся, а мы духовный зонтик над собой надкрыли, зонтик греха, порока, и нежелание слышать волю Божию, нежелание исполнять Его заповеди. И всё, как горохом от стенку, всё отскакивает, все вот эти лучи Божьей благодати через этот толстый брезент не проходят. Так что очень важно не просто что-то просить, важно ещё и иметь возможность это вместить. Так что будем стараться исполнять заповеди Божии, будем стараться жить в любви друг от друга и Господу Богу, тогда сможем быть достойными, способными вкушать Божию благодать, любовь наших близких, молитвы всех святых. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok